всем добрый вечер как говорил ослик и а не знаю можно ли назвать его добрым вот но во всяком случае будем надеяться на какие-то благополучные разрешения вот мы сегодня взглянем с несколько иного несколько иной перспективе с иного угла на ситуацию со строительством второго храма до сих пор на последних двух занятиях мы читали книгу эзры она освещает определенным образом то что произошло я напомню вам в двух словах общие как бы общее направление сюжета кир выпускает декларацию которая призывает евреев вернуться свою землю и построить храм первая волна во главе с человеком по имени шешба цар который то называется книги эзры пеха то носи то значит вот как бы еврейским термином то аккадская персидским термином вот он ведет эту первую группу согласно одному из стихов книги эзры даже закладывает основу храма но в общем он почти не фигурирует потом появляется вторая волна которую возглавляет человек по имени зарубавель согласно книги хроник источник более поздний он царского рода он потомок царя его яхина ушедшего в изгнание за одиннадцать лет до разрушения храма значит он вместе со священником иошуа бен йо цадак о них разговор сегодня будет закладывают строит во первых строится жертвенник а потом приступают строительству храм причем это происходит судя по всему строительство храма уже при даре кир царствовал до пятьсот тридцатого примерно года потом к власти пришел его сын камбуз он не очень ясных обстоятельствах погибает там заварушка в персии в результате к власти приходит побочной представитель побочной весь ветви ахименидов дарий 122 году и вот на втором году его царство не начинается строительство храма и это описывается таким образом что делается попытка людей не принадлежащих к общине вернувшихся из персии а находившихся здесь в израиле точнее видимо в самарии присоединиться к этому строительству по той причине что они утверждают мы тоже служим давних времен со времен еще сирийских царей богу израиля но зарубавели его шуа их отвергают и с этого момента начинаются проблемы потому что обиженные отверженные начинают строить всякие козни и мешать строительству храма значит и тем не менее тем не менее в какой-то момент то что мы прочитали это собственно говоря происходит уже на шестом году правление дария удается отбить одну из таких атак некая жалоба поступает царю что не следует давать евреям строить храм потому что не основа что это выльется но благодаря тому что в она царских аналах находят некую запись под названием дихрона арамейский которая представляет собой уже не поэтический а такой вполне сухой прозаический вариант декларации кира это запись оказывается таким такой охранной грамотой и дарий дает добро на то чтобы построить храм храм строится в песах происходит большое празднование и на этом ставится . а это то что мы читали кинезы у нас есть дополнительный источник этот источник в данном случае две пророческих книги оба этих пророка и хагай и захария упомянутых не еза как современники зарубавеля и иошуа но интересно что они иначе описывают ситуацию со строительством второго храма и вот именно это мы сегодня с вами и посмотрим значит сейчас я открою текст который меня почему-то не открылся сейчас секунду один момент всего значит одного из пророков мы читали но это более ранний это автор исайя а мы сейчас идем к хагаю и захаре когда эта маленькая книга всего всего три главы один из чего прошу прощения две главы из так называемых малых пророков пресса и вот что он рассказывает вы на второй год царствования дария тот самый второй год о котором который мы упоминали было слово господня через пророка хагая зарубавелю сыну шутеля наместнику иуды пахат иуда и иошуа беньется так первосвященник спокойно году и так давай так сказал господь воинство этот народ говорит не время сейчас строить дом господа но этого это байт адуна или ибо над и после рецитаты как бы некоторое многозначительное молчание и снова и было слово господа через пророка хагая а время ли сидеть сейчас закрытыми в домах в то время как этот дом разрушен так сказал господь воинство посмотрите на пути свои вот вы много сеяли а собирали мало ели но не насыщались пили но недостаточно было у вас одежда но она вас не грела и ваша прибыль это прибыль дырявого кошелька мистакер 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 эльцерор на кур дырявый узелок так сказал господь воинство обратите к своим сердцам поднимайтесь на гору несите дерево стройте дом этот дом и я тогда захочу его и прославлюсь сказал господь вот вы обращались ко многому а вот вас мало так принесите это принесите это в дом и я это развею судя по всему как бы на самом деле возможно возможно несколько пониманий этой странной фразы в этом а байт в нафах типа но мы не будем на ней специально останавливаться но смысл такой сколько бы вы себе домой не несли поскольку дом бога не строится то все будет напрасно потому что мой дом и бывает разрушение а вы бежите каждый к себе домой а тут такое явное противопоставление между домом бога который запустение и личными домами которых люди заботятся но обо всем остальном забывают поэтому будут заперты небеса не будут давать росы земляне не будет давать урожая я наведу на землю засуху и весь труд будет напрасен остановимся на секунду песечка остановимся на секунду здесь и сравним любопытно что то как описывает хагай ситуацию кардинальным образом отличается от того как она описана в книги эзры книги эзры народ хочет строить храм но есть те кто извне мешают этому которые строят козни простите за каламбурно значит как бы народ хочет строить храм а эти строят козни и мешают пишут всякие доносы персидскому царю и поэтому храм не строится здесь же вина на то что храм не строится возложена на сам народ народ не хочет на самом деле строить храм он сидит своих домах и храм и это совершенно не нужен в чем-то может быть ситуация напоминающая сегодняшний мы все время молимся о строительстве храма но в какой мере каждый из тех кто молится в этом самом деле хочет чтобы храм был построен ну в отличие от сегодняшней ситуации там не было по крайней мере препятствия пространственного ничто на храмовой горе тогда не находилось на и храм можно было построить и реакция на это такая послушался за рубавель сын шелти или иошуа бен его цадака первосвященники весь народ голоса господня и слов пророка хагая которого послал господь и испугались господа значит вся это можно воспринимать конечно всю эту картину как некое дополнение к тому что написано птиезы на что там говорится о внешних препятствиях а здесь о внутренних это один вариант другой вариант как бы две разных версии своего рода такой рассимон на две разных версии касательно того почему откладывалось строительство храма потому ли что мешали не другие или потому что сам народ не хотел этого и сказал хагай посланник господа значит это обозначение пророка малаха дунай очень распространяется в эпоху второго храма вплоть до того что последний из пророков о котором еще упомянем пророк малахи судя по всему никакой не малахи на это не его личное имя стало благодаря толкованию личным именем а судя по всему это просто малах адунай аллах йод на и это было понято писами как имя собственное но вообще пророки назывались этим термином малах адунай вот он значит посланник господа смеси господник народу я с вами слово господне и пробудил господь дух зеруба велица нашел теле наместник и где и дух его шо вынется дак садака первосвященника и дух всего народа и пришли с тем чтобы строить храм господу богу их и это происходит начинается действительно на второй год царствования даре значит как бы получается таким образом что если в книге за бог пробуждает главным образом дух персидских царей первую очередь кира на именно это выражение там использовано то пророческой книги есть необходимость первую очередь пробудить дух самого народа который совсем совсем таки не стремится к тому чтобы строить храм далее продолжим чтение продолжим чтение пророка хагая все его пророчества относятся к началу этого периода к началу строительства храма ко второму году и снова он получает некое послание от бога иди скажи за рубавелю сыну шил те ля наместнику иудеи и ушу сынует садака первосвященнику и всему на остатку народа те из вас кто видел этот дом в его первой славе и теперь вы видите смотрите на него и он как ничто в глазах ваших а то есть подразумевается естественно противопоставление между первым храмом между первым храмом и и вторым который начинает сейчас строится до 1 храм во всем его великолепии и 2 который который которого еще и нет собственно говоря он ничто то есть возможно вот это бы неготовность народа строить связано еще и с некоторым чувством безнадежности что все его уже не отстроить и того что было не как то что было никогда не вернется теперь же подбадривает пророк и говорит теперь же укрепись за рубавель слово господа укрепись и ушу сын и от садака первосвященник укрепись весь народ земли сделайте делайте потому что я с вами ибо завет который то слово то завет который я с вами заключил когда вы выходили из египта и вот до сих пор дух мой находится среди вас не бойтесь ибо так сказал господь еще немного и я сотрясу небо и землю море и сушу и сотрясу все народы и вся 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 сокровище всех народов придут и я наполню этот дом славы сказал господь бог воинств мне принадлежит серебро мне принадлежит золото слова господа воинств великим будет сло великой будет слова этого дома больше чем первого сказал господь воинств в этом месте я установлю мир слово господа воинств и заканчивается эта книга тем что хагай получает новое послание от бога скажи за рубавелю наместнику иудеи здесь уже без первосвященника я сотрясу небо и землю и переверну престол царств и уничтожу силу царств народов и перевернул колесницу и их наездника и упадут на спустятся буквально кони и их наездники падут от меча друг друга значит надо отметить я думаю что вы это даже чувствуете мы приближаемся к пессаху есть тут какие-то аллюзии на пасхальную историю значит вот фараон гонится в колеснице за израилем и бог бы топит его в море здесь не идет речь о потоплении в море но значит тоже об уничтожении колесниц об уничтожении врага и как некий завершающий аккорд в этот день слова господа воинство я возьму за рубавеля сына шалтиеля раба моего слова господа и превращать и сделаю его печатью моей самки к охотам ибо тебя я избрал слово господа воинство а вот здесь мы должны понять что происходит что в сущности говоря утверждает пророк власть народов вот вот закончится произойдет произойдут какие-то потрясающие совершенно метаморфозы понимаем ли мы буквально сотрясение небес и земли переносном смысле но во всяком случае понятно что все это некая прелюдия того что враги народы а все народы они потеряют власть и потечет потекут их богатство в этот дом более пространно об этих же вещах говорит пророк возможно некоторые называют его третьими сай не будем сейчас касаться этого он более пространное даже описывает а потому что мне говорит хагай мне от имени бог принадлежат все сокровища поэтому я забираю у тех и отдаю вам немножко напоминает известный мидраж который цитирует раши на бишло мой цхаки в начале своего комментария к торе когда он говорит что странно почему тора начинает начинается с рассказа затворение мира она есть книга заповеди должна начинаться со слов опять же связанных с песахом охоты шазы и лохом рош ходашим этот месяц будет для вас первым месяцем вопрос казалось бы странный а почему собственно торе не начаться со сказа сотворение мира это сначала начал но наши опираясь на мидраж говорит совсем другой он говорит а это чтобы показать что все земля принадлежит богу кому хочет кому дает кого хочет у того забирает вот примерно то что говорит здесь пророк хагай на и как бы таким вот скрытым иллюзивным образом сравнивает народы с фараоном из истории его гибели с одной стороны с другой стороны с кем он сравнивает собственно зарубавеля говорит зарубавель рамой я его сделаю свои печати ибо тебя я избрал можно конечно продолжая сравнение с египтом сравнить зарубавеля с муше и это в принципе возможное сравнение но я хочу обратить ваше внимание на то что здесь судя по всему есть некая интертекстуальная перекличка с текстом из пророка ирмияу пророк ирмияу у пророка ирмияу есть пророчество она находится 22 главе одноименной книги где он нападает на царей иудеи разных последних царей иудеи частности одним из таких царей является ио яхин ио яхин ушедший в изгнание 597 году до новой эры ушедший в вело и надо сказать что пророк не жалеет для него горьких и раненщик слов он говорит так жив я слово господа если коньяху сын ио яхима коньяху это и есть ио яхин царь иудеи будет печатью на моей правой руке даже если так то я оттуда сорву кеме щам и тенка и я дам в руки ищущих жизни его руки нам ухода носора царя вавилонского и заброшу его и мать которая его родила другую землю и там он умрет и у него не останется потомство он называет здесь кли эйн хэфетсбо сосуд которого никто не хочет бездетный муж геверлой цлах несчастливый неудачник так так называет армия у одного из последних царей иудеи он очень настроен против него мы сказали что согласно книге дебряями за рубавель сын шалтиэля под являлся потомком внуком правнуком по моему ио яхина помимо книги дебрями об этом никто не пишет и поэтому это можно поставить сомнения но во всяком случае до автора дебряями пророк хагай явно создает некую антиномическую аналогию аналогию противоположностей между судьбой ио яхина и судьбой он как бы действительно создает антитезу пользуясь тем же образом хотам печать ирмия угрозит ио яхину что никогда он не будет печатью на правой руке бога на это как бы знак избранности богов отверг но вот возможный потомок в устах хагая становится печатью божественной печатью ибо тебя я избрал слово господа если так тогда можно сказать что когда играет роль ну примерно рабе акива времена восстания барков и иерусалимский талмуд как известно приписывает обеакивы следующую фразу а тот и когда он видит перед собой баркову он цитирует стихи с книгами бары говорит дэн мальком ищиха это царь помазали хагай по сути дела говорит почти то же самое не называет не пользуется словом царь но по сути дело он говоря об избрании за рубавеля намекает на то что он будущий царь действительно глагол бахар избирать книги шмуэля в отношении царей шауля и давида промышленно и плохим используется а это тот кого господь избрал вот такое многообещающее пророчество теперь мы через несколько минут вернемся к тому вопрос который я задам сейчас куда исчезает звуга ведь это пророчество не исполнилось не исполнилось мы знаем о том что после эпохи дария после вот этого строительства храма у евреев вплоть до появления хасманийской династии не было царей еврейская община была по своей структуре в основном теократической общиной евреями главным образом руководили священники плюс на персидские наместники которые иногда бывали иудеями иногда нет на протяжении персидского периода вот и они никак не претендовали на царский сан скажем вот мы будем говорить скорости о на хэме а на хэме очень важная фигура в еврейской истории судя по всему риски истории того периода но он нигде не претендует и даже не намекает на то что он имеет право на царство той или иной степени более того книга эзры сама по себе нигде даже полу намеком не указывает на то что с образом зарубавеля связываются какие-то мессианские ожидания царство зарубавель книга эзры правда как книга на хэме обе эти книги исключительно антимессианские них этого запала нет вообще никакой избранной богом фигуры фигуре речи не идет вопрос а куда делся за рубавой мы этот вопрос запомним и перейдем к другому пророку современнику хагая которого зовут захария значит это одна из последних книг сборники 3 сар не 14 глав но судя по всему мало кто сегодня в этом сомневается ее правильнее разделить на две части которые в разное время были созданы разными авторами первые 8 глав это действительно сахария бен и до захария сын и до авторы с 9 по 14 это совершенно другой текст и судя по всему другой пророк так вот нас будет интересовать захарева не до первые 8 глав он очень сильно отличается от хагая по своему ментальному строю хагай как сказать с одной стороны реалист в том смысле что он описывает то что он видит то что происходит от имей бога конечно обличитель ну и конечно провидит какой-то какого-то мессианского сценария что касается захарий то это визионер это человек которого постоянно посещают видение в этом смысле он чем-то напоминает амоса чем-то напоминает их искали а вот человек видение и поэтому бог их ему посылает и как это обычно происходило в эпоху второго храма не сам бог ему их объясняет этого существует некая иерархия есть ангелы книги захарий слово мал ах обозначает небесных посланников которые приходят для того чтобы объяснить то что пророк видел мы не будем все видения читать мы посмотрим только на одну из них но каков общий контекст общий контекст такой что захария умоляет бога о том чтобы он пожалел и русалим иудею до коли до коли ты не не милуешь иерусалим на это произносится от имени ангелом но тем не менее адуна и цвавод адматая талута рахэмитру шалайм в это раи иуда ашир за амта за чубим шана а значит да коли ты не пожалеешь иерусалиме и города иудеи на которых ты прогневался которые ты проклял вот уже 70 лет на 70 лет число взятое из книги иеремия и бог отмечает да пришло время милости у меня есть добрая весть добрая весть кинетели и ушла ему лиценки на актула я возревновала в иерусалиме и ационе великой ревностью и я и кипит мой гнев на народы беспечный я вот прогневался немного они многократно усилили этот мой гнев то есть интересно что и не захарий часть ответственности за беды которые постигли иудею перекладываются на плечи народов да я не хотел чтобы до такого дела дошло они просто с удовольствием слишком большой рьяностью использовали мой гнев но теперь пришло время расплаты теперь я я я им теперь покажу это похоже на то что хагай говорит тоже вот я вверх возвращаю в иерусалим с милостью возвращаясь с вами с милостью мой дом отстроится я протягиваю отвес инженерный над иерусалимом и еще будут говорит он города мои наполнены благом и я пожалел сион и избрал иерусалим а тут тоже используется термин бахар но только по отношению к иерусалим и во второй главе тоже звучат очень похожие нотки он призывает уходите из чужой земли иерусалим теперь будет как не будет нуждаться в крепостных стенах прозот тэшэ вирушалайм мирова дам у вэгэма бетуха будет так много народу что никакие стены не вместят а стеной буду я сам более того огненной стеной защищающий хомат эш на бог называется в канахе эшохла я буду защищающий стеной и буду славой иерусалиме на он пользуется опять же тем же термином что их агайка воду бегите бегите из этих северной из этой северной земли спасайте спасайтесь и я немножко пропускают некоторые кусочки он говорит тут вещь которую хагай не говорит ну как который мы уже замечали у второй сайи а мы противопоставляли второе саю книги за и геозы очевидная такая изоляционистская партикуль или партикуляристская идеология мы это только мы все они не имеют нам никакого касательства мы их не подпускаем к себе но не так это видит второй сайт читали и не так это видит захария который говорит еще даже более дерзкие вещи чем второе саю не просто говорит кибэйт бэйти бэйт филай карели кола амим смотрите что он здесь говорит ронивы синхиба ционки и ныне ва ва шахан тибет охех радуйся дочь всего наибая пришел поселился среди тебя слова господа вы не лугой им рабим или дунай боем агу и присоединяться многие народы господу в тот день это очень похоже на то что говорил в тарайса использовал тоже термин не льву они будут моим народом да тут захария пересекает некую черту которую никто до него не осмелился пересекать потому что это формула аюли ле амб они еле эмли лу хим это формула хорошо известная нам и истории тоже формула завета между богом и народом израиля только а тут захария говорит они будут моим народом все израиль тоже но все народы которые присоединятся в шахан тибет охех и я поселюсь среди тебя в я датки адунай цва от шла хани лайх а это уже право говорит от себя ты будешь знать что господь воин послал меня к тебе потому что это вот-вот сейчас все исполнится но при этом все таки как говорилось все звери равны между собой на некоторые более равны чем другие так вот несмотря на то что они все будут не народом все таки есть разница долей господа является иуда на святой земле не избран иерусалим и вся плоть призывается замолчать ибо пробудился господь из находясь в своем священном жилище где на небесах а здесь пробуждается сам господь а вот наконец видение интересное видение очень знаменитая его читают в качестве авторы хануку потому что здесь свечи светильники но стоит понять что собственно говоря подразумевал здесь пророк все вот это видение пророк находится состоянии немножко таком сам на булическом пророка возвращается к нему ангел который говорил с ним и пробуждает меня пророк как человек который просыпается после сна на начата у захарии пробуждается бог и пробуждается пророк и сказал мне что ты видишь как бы видение но вроде как не во сне на самом деле видимо все таки во сне он сказал я вижу золотой светильник на с украшением на вершине и 7 7 свечей отходят от него у нас шива в и шива на с двух сторон и на ней еще две на этом светильнике еще две оливки или может быть это оливковые украшения или может быть вполне возможно какие-то сосуды для того чтобы заливать оливковое масло один справа вершины светильника другой слева и пророк говорит я я спросил у ангела который разговаривал со мной что это господин мой ангел отвечает а ты что сам не понимаешь он говорит нет нет господин мой я не понимаю да он ему объясняет что это такое очень знаменитая фраза который в частности сделал своим мото свое время ахада ам не силою и не мощью а моим духом понятно что эти оливки символизируют этот дух потому что оливковое масло он же елей и мазали царей и это помазание царей священников это помазание символизировало то что дух божий сходит на того которого помазание и дальше такая торжественная фраза это ми не очень понятно на самом деле что значит некоторые понимают основываясь на иврите кто ты некоторые пытаются видеть здесь армиизм ты ли великая гора перед зрубовелем ты превращаешься в равнину значит как бы зрубовель здесь в центре и как бы фактически перед ним склоняется склоняются силы природы и вот он выносит некий главный камень и все это происходит при восклицаниях прекрасно прекрасно да возможно что этот камень это символ бы краеугольного камня с которого начинает строиться храм и было слово господне ко мне руки зарубовеля основали этот храм на вот как раз есть следующий стих и говорит про основание храма его руки его же и завершат сделаю и ты знаешь и ты узнаешь что господь воинств послал меня к вам видимо есть проблема с текстом не совсем на месте это выражение здесь но неважно опять же 7 свечей в этом видении символизирует глаза господа которые смотрят вокруг но захаре не унимается вопрос ну хорошо я понял что такое сами эти оливки маслины но почему их две машные зайти мая ли али аминами нора вальс мула почему две это отвечает снова и говорит эти оливки это если ты не знаешь это двое сыновей или двое помазанников которые стоят возле рядом с владыкой всей земли очевидно что владыка всей земли это всевышний бог но кто тогда такие эти два помазанника судя по всему судя по продолжению и по тексту который мы тоже и сейчас тоже прочтем это никто иной никто не пойми как за рубавель ее шуба и него цадак две ветви власти власть священническая и власть не говорится царская но но фактически как бы близкая к этому вот следующем тексте шестой главе пророку дается некое задание он должен вступить в контакт с людьми вернувшимися из павелона и если этого он должен взять у них не серебро и золото и возложить венцы в асито сделать венцы асито аторот аторот очевидно что один из этих венцов него во множественном числе а рот один из этих венцов будет положен на голову иошуа венец адак и ты ему скажи иошуа так сказал господь воинств вот человек и не ищ цемашь мо росток имя его и он растет и построит храм господь он его построен и вознесет славу и вас сядет будет править на троне и тогда будет священник коген на своем троне и будет мир между ними обоим значит ну во первых во первых само выражение цемах но во первых возвращает нас к знаменитому пророчеству и шая у сына амоца о некой мессианской фигуре в конце времен которая тут не называется цемах но говорится в я цах от армиги за и шай вы не царми шарша в ефре и выйдет росток и ствола и шая и из корня его росток расцветет выйдет и расцветет это это с одной стороны с другой стороны у нас есть не менее известная пророчество ермия у которого уже упоминали контексте переклички с хагая с ним и в этом это тоже своего рода такое эскатологическое пророчество которое находится в 23 главе там говорится вот приходят дни и я поставлю давиду росток под нему у давида росток и он воцарится и будет спешным и будет совершать справедливость на земле бы я мав тиваша иуда в израэль в его дни будет спасены иуда и израиль будет спасена спасена иудея в израэль израэль будет обитать уверенно спокойно и это имя которым он будет назван этот цемах росток одунай циткену господь праведность наше мы этот текст во время обсуждали здесь очевидно пророчестве захарий делается намек на это пророчество из рамья у но слова цемах превращается уже в имя или прозвище цемах шмо и в достаточно прозрачной форме нам сообщается что он будет царствовать будет разделение властей но это не совсем то разделение властей о котором мы сегодня постоянно говорим на привет тут две ветви власти одна царская другая священническая и они будут конфликтовать между собой как говорится ли вай лану на если бы сегодня у нас такое было на между ними будет мир да любовь мир да совет ватсад шалом я бенчная отсюда мы можем заключить что видимо не все гладко было между зарубавелем и иошуа не совсем так как это описано в книге езы не то чтобы они действовали всегда сообща то есть видимо какие-то как говорится были знаем об этом из более поздней эпохи а как только космоней становится не только священниками но и царями уже возникает оппозиция а как же так шнек на рим а здесь два человека казалось бы можно было бы поладить с другом видимо тоже не просто было власть делить но как мы видим пророчество захарий чуть не менее дерзкое чем пророчество хагая а это обещание царской власти последний текст который я здесь привел не упоминает на самом деле зарубавеля и это возникает вопрос почему это восьмая глава где тоже повторяется повторяются мотивы из главы 2 великая ревность который возревновал господь цион и тоже будет там находиться все они и будут еще тоже знаменитая очень фраза будут сидеть старцы и старец на улицах иерусалима и каждый будет и человек будет опираться на трость свою того что он много лет прожил и улицы города будут наполнены детьми и мальчиками девочками которые будут играть на улицах светлое мессианское пророчество это то что ожидает народ и снова он говорит я спасу мой народ и приведу их они будут жить в иерусалиме и как раз здесь уже говорится что они будут моим народом я буду им богом истинно и справедливо тоже упоминается здесь день когда был заложен храм анти тому что говорил хагай совершеннейшая гармония есть и роса и виноградная лоза все хорошо и проклятие народа станет в результате благословения вы никого не будете бояться я также точно как наказал вас я вас спасаю теперь другое здесь не упомянув интересно почему вот после того чтобы прочли все эти тексты я действительно задаюсь возвращаясь к этому вопросу а что собственно могло другое случится у нас нет на этот счет никакой информации не малейший но мы можем предположить нечто мы можем предположить нечто что пробивается сквозь туман как пророческих этих текстов так и текстов книги эзер постоянно звучит обвинение и а попытки евреев восстать против персидской власти это подано там как навет как как к донос как неправда но как говорится в каждой шутке из доля шутки и доля истины так что мы вполне можем предположить что некоторые может быть телодвижения делались в этом направлении если даже это и не вылилось полномасштабное восстание типа восстания бар кохмы о котором мы говорили иначе бы вы наверное все таки об этом знали что-то видимо произошло вот эти призывы мессианские призывы хагай и сахарии возможно сделали свое дело возможно за рубавель уверовал свою миссию и всерьез думал о том что нужно сделать только еще один шаг бог сейчас сотрясет эти царства пойдет и персидская власть и как бы восстановится власть дома давиды этому не суждено было реализоваться когда на том этапе и некоторые исследователи полагают что до ушей персидских властей дошли сведения таких попознавения вполне возможно вот благодаря этим доносом и было принято решение тихо и спокойно этому положить конец пока это не разрослось нечто более опасное вполне возможно что за рубавель был отозван вполне возможно что он был убит казнен мы этого не знаем повторяю у нас нет никаких сведений его дальнейшей жизни есть такими дроши апокрифические средневековые тексты связанные с фигурой зарубавеля вот но сам танах молчит это молчание достаточно красноречиво потому что самом деле самом деле куда исчез такой такой важный персонаж фигура такая личность вполне возможно что персидские власти его убрали во всяком случае повторяю если сравнивать то что здесь мы прочли с тем что мы нашли в книге эзры там совсем другая ситуация не гезры если есть не все то это только царь персии кир он там не называется этим термином но мы сравнивали это с текстами стресса и риса я напрямую называл помазанником корыш мишахи кир вместе мой мессия мой помазанник вот а что касается зарубавеля иошуа они только исполняют пользуются теми полномочиями которые им персидские цари дают сначала кир а потом дарь канвиз не упоминается вот такая вот ситуация не сказать что очень веселая очень легкая но кто знает чем бы закончилось все если бы чаяния зарубавеля и чаяния пророков хага и захария осуществить мы не знаем чем бы это могло кончиться но судя по всему как бы авторы эзры и нахемии придерживался на этот счет примерно такого же мнения как впоследствии раби у да анаси редактор мишни который предпочитал не конфликтовать с римскими властями после горьких уроков и как бы налаживать с ними отношения все зависит от точки зрения кто был прав в этом сказать трудно потому что скажет увидеть свободу настоящую свободу и умереть лучше нежели остаться жить но оставаться при этом рабами тот может быть скажет наоборот лучше все таки избрать жизнь и нечто строить чем сжечь все это повторяю зависит от точки зрения вот наступило время когда я могу дать вам уступить вам микрофон вопросы замечания касательно того сюжета который мы сегодня обсуждали я хотел добавить последним твоим словам это зависит от точки зрения мировоззрения человека скажем кроме того еще ситуации конечно внешне может так сказать по формальным параметрам ситуации могут быть похоже но они всегда совершенно разные и очень трудно конечно нет я полностью согласен да потому что ну кто-то кто-то кого-то оценивает позитивно за то что он можно вопрос да пожалуйста пожалуйста ли тут возникает в общем понятная картина весь дело в том что в после это происходит во времена уже после знания практически не было же в то время то есть и шоу то есть количество евреев которые могли там быть она была настолько незначительным что говорить вообще о каком-либо даже не восстании даже попытки вообще воссоздать в общем нельзя было нельзя было даже и заикаться мы не мы не мы не говорим это не это не время уже когда второго второго храма или даже во время хашмана им мы правы алекс вы конечно правы но тут как бы опять же у нас меньше знаем чем знаем на вообще весь этот период он на самом деле мало изучен средства и отсутствия необходимых источников а значит ну во первых как бы население увеличивалось до шли волна за волной постепенно постепенно население увеличивалось какое население каков был размер населения к началу царствования дария в общем не знаем точно теперь я ну во-первых можно кто-то мог рассчитывать и на поддержку иудеев извне иудеев которые находились во мне например в египте например северной африке например на востоке возможно ведь когда приходят собственной идеи о том что можно восстать а когда чужая власть еще недостаточно прочная начало царствования дария она как раз и отмечена тем что и было все очень нелегко он пришел к власти повторяю результате за там были была цепочка заговоров в общем династия начала шататься и и первые годы своего правления он не воспринимался всеми как такой абсолютно незыблемый властитель которого ничто не сдвинет на это могло восприниматься иначе вот и конечно количество людей несравнимо с тем что которое было более позднюю эпоху но любопытно что все время это упор на то что мятим рабим баяд мятим на то что мы в хануку говорим многие в руках у малых это уверенность том что бог поддержит она могла быть все равно да то есть даже если с чистым военной точки зрения шансов не было но я повторяю возможно и не было никакого восстания и даже и реальных реальной подготовки к нему не возможно были просто вот эти как бы мессианские настроения которые за свидетельство но этого тоже могло быть достаточно значит если кто-то там поговаривает еврейских кругах о том что за рубавель собирается стать царем то это серьезно потом мы увидим это в книге на хэме и подобное обвинение предъявит на хэме и он будет это яростно отрицать можно спросить а пожалуйста меня как бы обычные все те же вопросы никак они меня не оставляют значит мы все пропустил и когда писались эти тексты и на какого читателя не были рассчитаны это как один момент и второй да все что вы рассказываете значит как будто бы это все как бы связано с историей описание исторических фактов насколько оправдан такой вот подход что это некое реальное описание а ну смотрите эмиль что касается вашего первого вопроса то ну как сказать мы можем приблизительно это только оценивать понятно что когда и захария это фигуры действующие в конце шестого века до новая когда книги были созданы видимо это заняло какой-то период времени но очевидно что они эти книги были созданы до появления греков иначе бы каким-то образом это бы нашло свое отражение в текстах не книга хагая не первая часть книги захарий никак на это не реагирует поэтому мы можем сказать что книги были видимо созданы где-то вот пятый первая половина четвертого века что касается книги из рейны хеми возможно чуть более позднее да значит но тоже до появления грека а там скажем вторая половина пятого века первая половина четвертого века это что касается времени создания книг книги эти из рейны хеми они не являются неким едином конгломератом там тоже они создавались послойно вот что касается вашего второго вопроса то значит так как бы мы всегда делаем поправку на то что эти тексты не являются изложением точным изложением каких-то не было исторических фактов но там где у нас нет оснований подозревать то что за изложением историческим изложением нет ничего как бы там где у нас нет таких оснований я не вижу причины почему мы должны их создавать да значит ни у кого не возникает сомнения что кир дарий это реальные фигуры значит можно конечно задаться вопросом а почему может быть хага и захария это нереальные фигуры зарубавель и ошоу беню отсадак нереальные фигуры но у меня нет никаких оснований сомневаться в их существовании понятно что само описание их деятельности очень сильно разнится и зависит от того кто пишет вот автор эзры пишет это таким образом а хагай другим образом захария своим образом на это как бы уже некая литературная обработка но сами по себе события которые здесь описаны вполне возможно достаточно реальный вы считаете что собственно судя по периодизации как я понимаю может неправильно они как бы более не менее летописцы в каком-то смысле они писали эти книги ваш как бы вот в те времена когда которые они опять жили но опять же не утверждал я вполне возможно что есть в основе этих текстов традиции которые действительно письменные или устные которые уходят своими корнями сами само время этих событий но окончательно книги конечно формировались позже вот назвать их летописцами скорее это ну что касается из рынок имеет это некоторые формы историографической литературы хагай захария это все-таки пророческая литература более позднее время пророки будут называться историками это впервые заявит автор де время вот но я не могу назвать тексты хагай захари историческими текстами это поэтические тексты которые апеллируют соотносятся с определенными историческими событиями храм был уже или нет они пишут когда вот когда пишутся эти тексты когда пишутся эти тексты я думаю что храм уже стоит когда они пишутся когда они уже когда эти книги некое оправдание в зависимости от той ситуации которая была как был создан этот ну да но опять же но опять же я не хочу сказать даже если книги как бы уже создавались более позднее время они могут отражать какие-то безусловно я это отношение современников строительства храма но я не случайно спросил прочитателей то есть они рассчитаны на ту ситуацию когда храм уже стоит когда они когда они были написаны эти книги они на кого-то рассчитаны то есть эти интерпретации они даны для чего-то для кого-то не чтобы как-то повлиять на ту ситуацию в которую которую они находились когда они это писали есть эта интерпретация определенная тех событий надо брать во внимание мне кажется обязательно обязательно конечно интерпретация но это между тем не говори ничего что какая ситуация была в израиле в то время вот допустим храм сколько он там прослял сто лет когда это писал больше значительно больше и он был построен в пятьсот шестнадцатом году и был разрушен в семидесятом а он простоял больше пятисот лет значит что тогда значит происходило то есть какие реальные ну мы дойдем до этого смотрите мы дойдем до этого мы постепенно двигаемся алекс тоже задавал свое время вопрос а что происходило перед тем как появились эзра и нахемия вот мы собственно говоря в следующий раз поговорим о том пустом промежутке во первых которым нам ничего не известно что происходило земле израиля во времена правления ахашвироша вот а с другой стороны будем говорить о появлении эзры это уже следующий этап артах шаста так шаста первый будем в этом говорить постепенно двигаться вперед ну хорошо будем двигаться вперед еще у кого-то вопросы замечания или мы завершаем возможно да пожалуйста вы сравнили тот период который мы сегодня разбирали с тем что мы имеем сейчас в смысле что люди жили не тужили и строить храм не хотели вот и тут пришел пророк который вдохновил получается так если сравнивать то получается так что сегодня мы и храма то никогда и не получим потому что евреи уничтожили сам институт пророков то есть сейчас считается что пророки пророчество перешло только к детям и умалишенным ну смотрите смотрите я понял что вы говорите ну во первых что значит считается такая фраза есть стал муде в самом деле что она значит это отдельный вопрос кстати рядом с ней есть другая фраза что пророчество пришла пришло к мудрецам а это трактат автоматический трактат баба батра значит но во первых я очень осторожно сравнивает времена изменились во вторых если вы хотите сказать что не хватает человека который бы вдохновил на строительство храма то это не совсем так потому что есть и сегодня в израиле люди которые как бы обуянны вот этой идеей необходимо построить храм и они эту идею всячески продвигать может быть их не следует называть пророками иначе но по крайней мере это не то что нет никого что нет никого кто бы пытался бы пробуждать другое дело что есть ряд проблем которых не было в те времена те времена были свои проблемы наши времена есть совсем другие проблемы проблема первая это просто место занято проблема вторая то что тогда люди даже если не испытывали большого желания строить храм это было не потому что у них было некоторое отторжение всего что связано с храмовой службой нормальным другим каким-то причинам а мы сегодня да ну как бы люди с трудом себе представляет и не раз и не два это слышал от разных людей с трудом себя представляет как это реально можно устроить потому что даже подумать о том что будут регулярно происходить жертвоприношения это вызывает там съесть достаточно съездить самаритянам посмотреть как это делается чтобы бежать сломя гол на четыре и это пугает ну так что сравнивать конечно полностью это нельзя разные ситуации хорошо спасибо большое пожалуйста я хотел только не задерживая буквально одну фразу по-моему ты про это не говорил меня с вами очень впечатлило такое описание рахана аппарата и он описывает как бы разницу такой разница маути муш муки моментальную между изображением миноры как называется гербе израиля вот с одной стороны а с другой стороны реальным видением которое было и он там подчеркивает такие одну вещь у меня поразило две две веточки которые мы видим да на гербе шельзает оливковый да и видимо где по моему это братья шатство если я не ошибаюсь это как бы чисто декоративно такой дизайн сделал как бы видение то что вот ты как говорил понятно что вопьется некоторые все на фантастические торпеду могуль такая вечный двигатель который сама минора вот это вот масло оно стекает эти ветви они олицетворяют 50 ну интересно как это вот тот моавак который мы видим сегодня вот этот моавак вот он изначально как бы да но видеть дизайна это нормально я благодарю за внимание и за вопросы да кстати делаем следующий раз занятие или нет это перед самым песок получается не перед самым нет сегодня на съемше да это попадает на 1 мая окей на 3 апреля да ну хорошо предель смеха нет вроде все нормально за два дня до ну смотри я думаю что если ты можешь и ты не будешь занят как бы по умолчанию пока что мы делаем занятие дефолт мы делаем а если будут какие-то изменения то мы сообщим да окей спасибо хорошо всем суроту